Анграченко Ирина Рудая на выборы в ближайшее воскресенье придет обязательно. Женщина уверена, что будущее любимого города зависит от каждого жителя, в том числе и от нее самой. Но как не ошибиться с выбором, когда кандидаты обещают многое, не боясь присваивать чужие заслуги, используя черный пиар и оскорбления. Накануне выборов в нашем 94-м квартале происходят нешуточные страсти. Некоторые кандидаты ведут себя крайне некорректно по отношению к избирателям, ну и по отношению к другим кандидатам. Приписывая себе достижения совершенно других людей, срывая встречи кандидатов. Бывают наезды на агитаторов других кандидатов и запугивание их. Новые имена, молодые лица и громкие обещания свернуть горы. Почти каждый пытается заставить власть работать. Так один из кандидатов, до недавних пор неизвестный ни на политической арене, ни в общественной жизни округа, публикует различные заметки и высказывания по поводу того, какую активную работу он ведет. Все, что делается в городе, планомерно и регулярно он пытается присвоить себе, мол, это я заставил работать. В своем инстаграме он даже опубликовал отчет перед избирателями, где сообщает, что заставил мэра выйти во дворы, а депутатов посетить здание думы. Заставил администрацию провести ямочные ремонты во дворах и выполнить свои обязательства. В общем, человек еще к власти не пришел, а уже всех заставил работать. И дальше пошло дальше больше. Он заставил управляющей компании работать, что-то там еще заставил. И везде слово заставил. Вы кто, Чадо, заставлять? Вот такая комбинация, знаете, такой сплав начальника НКВД, председателя ВЧК, расстрельной команды и заградотряда НКВД. Это что-то такое, он заставил. Ну чушь. Известно про новоиспеченного кандидата немного, в частности, только то, что он сам разместил у себя на странице в одной из социальных сетей. В 99-м окончил профучилище по профессии автослесарь. Сегодня студент третьего курса Байкальского госуниверситета. Чуть больше своей биографии знакомы его, возможно, будущие коллеги. Их, кстати, кандидат обвинил в прогулах заседаний окружной думы. Хотя сам там никогда не присутствовал. Этот человек прославился только тем, что строит незаконные гаражи. А депутат законодательного собрания, который осужден за расхищение социалистической собственности, выступает в его поддержку. Слова о том, что он заставил мэра выходить во дворы депутатов, посещать думы. И что 28 августа 18 человек присутствовало. Это абсолютный рекорд. Это ложь. И мы аргументированно дадим ему ответ. Что касается работы действующей власти, только по ремонту дорог Ангарский округ за последние несколько лет вышел в лидеры. В прошлом году было отремонтировано 20 километров автодорог. В этом два раза больше. Работает горячая линия по ямочному ремонту. Все заявки, которые на нее поступают, тут же обрабатываются. 15 тысяч квадратных метров асфальта сделано во дворах в этом году. Однако же кандидат в депутаты продолжает присваивать себе все заслуги. Люди пиарятся почему-то на чужих достижениях. Если старший по дому, допустим, год назад обращался в администрацию по заливке ям, и в этом году планово эти ямы сделали, то почему-то некоторые кандидаты приписывают эти заслуги к себе. Вплоть до того, что выпускают это на своих листовках. Идет и в некотором вроде как и запугивание. Даже такая информация поступает, что подкуп избирателей. И осуществляется доставка на досрочное голосование. Такое впечатление, что мы возвращаемся в 90-е годы, когда некие братки наезжали на избирателей. Эти люди пропагандируют то, что в городе ничего не меняется, во дворах ничего не делается. Но на самом деле есть же программы, как комфортная среда. Город меняется к лучшему. Громкие призывы кандидатов в депутаты поражают своей настойчивостью. С городских баннеров нам словно приказывают «Работать будем вместе». Так и хочется воскликнуть «Нет, вы уж как-нибудь сами работайте, господа кандидаты». И наводите порядок, если считаете, что это необходимо. А избиратели сами сделают выбор, кто из вас достоин победы.